здравствуйте мои дорогие приветствую всех на канале сегодня у нас продолжается тема сухого голодания и я обещала ответы на вопросы и пояснения и вот в этом видео я их сделаю сделала много пометок пройдусь по ним потому что иначе будет видео безразмерно начнем с выхода голодания потому что от этого зависит эффективность всего процесса есть много вариантов лечебного голодания но не все учитывают что неправильный выход из голодания может привести к очень серьезным последствиям даже к летальному исходу вот именно из-за неправильного выхода я смотрю на работу лиза алерт я часто вижу там что кто-то там в лесу или где-то заблудился и вот он долго находится без воды без еды им естественно нельзя сразу начинать есть и это же вроде как понятно но тем не менее вот почему-то у некоторых людей такие вопросы возникают также как и животные вот ты взял его он так весь истощенный ему нельзя сразу твердую пищу давать этому щенку или там кого вы нашли нужно обязательно определенное время для восстановления всех функций организма без ущерба для организма тело должно запустить обычную работу пищеварения так как долгое время он был вообще без работы вы же голодали наше тело в этот момент переходит другой режим он переходит на внешнее питание и на получение энергии извне надо чтобы не было большого риска появления осложнений в связи с перестройкой это проблемы с желудком головные боли это то что вот вы говорите что чувствуешь себя плохо на выходе и так далее организм в этот момент все еще выводит вредные вещества и одновременно перестраивается это очень важно так как в крови еще есть токсины и если вот этот процесс выхода делать неправильно и выйти там внезапно прервать и все и закончить голодание то они эти вот все вот этот мусор вы все эти вредности они опять вернуться в клетки и грош цена вашему голоданию если вы резко вышли из голода процесс голодания был абсолютно бессмысленным выход должен равняться примерно времени голодания так все утверждают объясню почему лично я не могу голодать на воде вот когда вы выходите из сухого голода и вы принимаете вот этот первый стакан воды с лимонным соком то через несколько часов там или даже полчаса вы можете почувствовать такой сильный приступ голода вам захочется есть потому что рецепторы заработали вот сигнал из желудка пошел в мозг и вам хочется есть просто и на сухом голодании не хочется есть именно по той причине что у вас во рту маковой росинки не было я все подробно о правильном выходе из 36 или 42 часового голодания первом видео рассказала ссылку оставлю в конце видео под видео так что советую посмотреть здесь не буду повторяться но дополнительно скажу что вы можете сделать чтобы сделать процесс выхода из голодания комфортно поехали значит начинайте выход теплой водой с лимонным соком потом пейте разбавленные соки и только во второй половине дня можно уже не разбавленный сок а лучше вообще в этот день не пить чистый сок принимайте пищу маленькими порциями без соли вообще все специи не рекомендуется на выходе вообще их нельзя ешьте еду простую из одного двух компонентов суп не счет суп надо туда разные овощи накидать тогда он бульон для вас будет вкуснее добавляйте постепенно новые продукты вот каждый день все больше и больше медленно и хорошо пережевывайте пищу и кушайте сидя не на ходу не стоя не лежа значит нельзя жирную белковую пищу виноград инжир бананы и вот курага там всякие изюм сладкие фрукты орехи ничего этого нельзя кофе и черный чай в день выхода нельзя только травяной типа мята ромашка зеленый чай можно я вот липу люблю там или какой-то другой вам нравится фенхель шиповник так далее хорошо попить вечером принципе все же просто один день выхода всего-навсего некоторые советуют при выходе из сухого голодания первый день оставаться на воде разбавленных соках и только на второй день уже можно салаты более-менее твердую пищу но вот тот вариант который я рассказала в первом видео как выхожу я он очень хорошо себя зарекомендовал я его проверила и он уже проверен годами так что пользуйтесь посмотрите как вам удобнее и можете выходить вот так как я рассказала важно уменьшить потребление а лучше вообще избавиться от медикаментов потому что от них тоже куча побочных явлений я иду к этому я хочу избавиться полностью от медикаментов это конечно не выгодно фармацевтической индустрии но вы думаете только о себе потому что кроме вас ваше здоровье вы же понимаете нафиг никому не нужно именно потому что вам не нужно абсолютно ничего чтобы начать очищаться оздоравливаться голодание не популяризируется вы же перестанете или будете меньше болеть и не будете покупать бесконечно медикаменты поэтому вам будет говорить что эта тема еще не изучена лучше купите таблеточку и так далее не забывайте что у всех таблеток есть побочный эффект или правильнее сказать побочные эффекты вот читайте сколько там написано всего а это уже ваш новый недуг вот подумайте задумайтесь а голодание она заменяет многие лекарства и если у вас вот хроническое заболевание вы же понимаете что вы становитесь курицей несущие золотые яйца для аптек и повышаете доходы фарминдустрии поэтому голодание не поддерживается особенно официально и на исследование тоже средства почти не выделяются так как голодание может полностью просто заменить медикамент вот у моей дочери сейчас расскажу был жуткий ноэродермит вот здесь в германии уже она была маленькая и мы обошли миллион врачей ничего не помогало у нее она даже не ходила не могла ходить детский сад потому что у нее трескалась кожа на ладонях и на ступнях и просто ребенку было больно вообще наступать или что-то брать так вот очень активно я искала врача который может помочь и в конечном итоге я нашла гомеопата ему так и сказал что у меня на вас последняя надежда давай давайте копайте найдите причину потому что мы уже всех обошли и толку 0 он сказал что ему потребуется время но он тщательно как-то углубился в эту тему и он брал соскобы по бум из ногтей из кожи не только там кровь в общем все анализы дел месяца то и полтора но он нашел причину он сказал что у нее просто аллергия на 80 процентов продуктов которые вот она употребляет и надо от некоторых продуктов полностью отказаться вот типа яиц там еще что-то было не помню молоко и хлеб что-то такое и в общем а некоторые замените на продукты которые вот специализированных для аллергиков продаются в магазинах мы это сделали через я не знаю два дня на 2 можно сказать день все затянулось ну как как это вот понять вот столько народу они либо не хотели либо ничего не знают как то есть они врачи это мы в клинике были не просто там каким-то врачам ходили ничего они не могли сделать и вот после этого обследования понятно стало что все дело вот в диете и то же самое с моей мигренью сколько я обошла врачей мрт это еще и 5 10 и толку 0 поэтому понимаете что вот а после голодания у меня прошла мигрень сразу то есть в этом ну это факт это неоспоримый факт которому нельзя не придавать значение на сухом голодании ты даешь организму самому задействовать свои самые лучшие способы самоочищения при голодании нет дефицита веществ они могут немножко уменьшится некритично вот у меня витамина d стало мало вот я его сейчас дополнительно принимаю кстати было бы больше солнца в германии он бы и не уменьшился так пока изучается хотя я думаю что есть уже точные результаты влияние голодания на хронические заболевания такие как диабет ревматизм гипертония немного информации это не мой опыт я просто углубляюсь когда в тему я нахожу какую-то интересную информацию голодание многодневная от 12 до 20 дней на воде в клиниках под присмотром специалистов потому что они делают там анализы значит это голодание лечит астму а медики говорят что это хроническое заболевание которое нельзя вылечить гипертонию вот у меня гипертония я сейчас не голодаю какое-то время при голодании у меня давление ушло вниз все нормально она почти на нормализовалась а сейчас у меня повышенное давление потому что я сейчас не могу голодать подагру лечит аллергию артрит ожирение естественно да причем симптомы болезни многолетних проходят за один максимум три курса вот по 12 20 дней курса лечебного голодания и оказывается даже психические расстройства лечатся курсами лечебного голодания и для рака тоже голодание вредно и она еще убирает это ужасное состояние при химиотерапии я тоже послушала людей это страшное дело это ужасное вот у кого был рак он знает какие ужасные ощущения при химиотерапии это доказано опытным путем что люди даже работать могут во время химиотерапии если они голодают врачам труднее принять вот что голодание лечит очень многим врачам я наблюдаю это у них слишком много знаний о болезнях а человек который далек от медицины ему легче принять тот факт что это может сработать а эффект голодания он подтвержден именно фактами вот приведу тоже пример вот мои описания характеров знака зодиака как наблюдателя точнее чем если бы я была профессиональным астрологом потому что я смотрю на вещи непредвзято я смотрю как это в жизни проявляется а если бы я там думала о звездах вот я бы и рассказывала всем что рыбы мямли а овны вот все бешеные понимаете понятно объясняю да в общем важную информацию сейчас дам в германии и в россии в основном эти клиники в германии россии и америки но мы говорим здесь вот про нашу сторону в германии и россии есть такие клиники вот здесь в германии есть в берлине в других городах и вот одна хорошая немецкая клиника находится на бодензи это клиника лечебного голодания бухингера вот бухингер хайлфастен клиник я оставлю ссылку под видео основатель клиники вот этот бухингер он был военным врачом и вот из-за ревматизма он попала то есть он сидел в этой в инвалидной коляске и он голодом вылечился поэтому он основал эту клинику и вот она работает сейчас она по моему она платная там по моему в общем узнаете если захотите но отзывы очень хорошие что действительно все помогает почему для некоторых важно проходить именно в клинике лечения потому что вид и длительность голодания зависит от типа ваших заболеваний если вы постоянно у вас хроническое заболевание вы принимаете какие-то медикаменты то до голодания за несколько дней и во время голодания вот эти вот по 20 дней курсами вы их не принимаете прекращаете их прием при голодании включается режим экономии в организме а он наш организм привык есть вот у нас всегда полно еды в холодильнике дома всегда есть еда и мы автоматически что-то забрасываем в рот мы не замечаем что мы едим больше чем нам того требуется а если вернуться к истокам учитывать эволюцию то нам привычнее есть меньше или наоборот даже какие-то моменты голодать чем вот есть без перерыва что мы делаем вот сейчас у большинства людей есть завтрак иногда второй завтрак обед полник ужин в общем полная программа меня спрашивали сколько раз я ем в день два раза и ем в день так вот привыкла так и ем я до 12 могу ничего не есть ну не хочу у меня нет аппетита у меня почти всегда поздний поздний завтрак и поздний обед часов 6 7 вечера или уже совсем поздно уже там часам к 11 12 часу ночи я хочу прям очень сильно есть я перекусываю так было всегда у меня это не меняется никогда уже вот уже 56 лет значит секрет спокойного и успешного голодания в том что вы должны точно знать для чего вы это делаете что вам это даст вот девиз канала улучшай себя так вот какая вам польза от этого процесса который занимает всего несколько часов в неделю я говорю сейчас только о том что знаю уже на собственном опыте пользу сейчас пройдемся по нему это скорее всего вы знаете но повторение мать учения во первых очень мощная профилактика болезней желудочно-кишечного тракта гастрита панкреатита печени и всего остального потом мы сжигаем жир то есть стройнеем быстро на глазах короткие сроки и не теряем при этом мышечную массу наблюдается антидепрессивный и успокаивающий эффект вот после выхода и параллельно противовоспалительный эффект укрепляем сильно свой иммунитет вот как только я из-за операции перестала голодать я сразу очень сильно заболела простудой сразу скажу что кто думает что я доголодалась и поэтому попала на операционный стол что это не так это были плановые операции никак с голоданием не связан из-за того что организм во время голодания очищается уходит усталость и происходит как бы разблокировка энергии вашего тела организм если мы употребляем разную пищу со временем рано или поздно засоряется и происходит сбой в работе органов голоданием мы все это очищаем и если в жизни потом перейти на более легкую пищу более растительную фруктовую то организм очищется еще лучше уровень серотонина увеличивается при голодании это гормон радости люди после правильного голодания хотят большинстве случаев перейти на здоровый образ жизни естественно потому что когда вам что-то нравится вот эффект голодания я об этом уже видео неоднократно говорила вы будете продолжать это делать потому что вот вам нравится ваши ощущения если все пройдет плохо из-за того что вы неправильно выходите например и вы не захотите естественно это повторять и еще при голодании вы тренируетесь контролировать свои желания а потом это вам например может пригодиться в других делах если вам надо будет сидеть на диете или вы будете на интервальном голодании то вам будет легче справляться и вы не сорветесь уже на вот поедание все всего несметных количествах я уже говорила неоднократно что после сухого голодания у вас резко уменьшаются количество вот еды количество порций естественным путем то есть вы не не отрываете от сердца половину а вам не хочется просто и есть и голоданием также решаются многие проблемы со здоровьем вашей фигурой и она включает осознанность вот это голодание это экспресс-метод очищения тела и ума найдите день свободный когда вы начнете голодать чтобы вы могли днем поспать потому что чтобы привыкнуть вам нужно время и это помогает часов поспать я уже говорила что я голодаю в среду потому что выходные например если ты идешь гулять я не хочу ограничивать себя в еде так что вы выберете день который удобно удобен для вас и вот когда я выходные куда-то иду гулять мне конечно хочется там мороженое иногда или например выпить капучино поэтому вот эти ограничения выходные мне удобно еще скажу что курить нельзя в день голодания и до входа и до выходе курить на гораздо меньше чем вы обычно курите вообще я считаю это очень вредным занятием потому что оно отражается очень сильно на внешности просто перестаньте это делать вот некоторые не могут бросить курить не надо бросать то есть вы в голове не ставите себе запрет вы наоборот скажите если захочу закурить я возьму сигарету и буду курить а сами не курите вот это мнимое удовольствие закончится потому что когда вы себе запрет не ставите вы можете и вот какое-то время протянуть без сигарет и потом просто привыкните к этому ощущению еще хочу вот поблагодарить всех вот кто пишет мне приятные слова или успешно голодает после моих видео мне это очень приятно слышать потому что я стараюсь донести информацию понятно быть мотиватором того что важно для меня самой и вот своего мотиватора мне было найти трудно и информацию найти трудно ту которая мне была важна обязательно еще хочу сказать консультируйтесь с врачом потому что я тут делюсь своим опытом подробно и даю информацию которую уже я испробовала на собственном опыте и могу подтвердить но я не врач а некоторым людям просто нельзя голодать по каким-то там причинам болезни ладно один день очищения это как бы можно сказать это пауза просто в еде но я знаю что некоторые люди они как в омут с головой внезапно без опыта все делая неправильно входят голодание на неделю а то и дней на девять на десять сразу вот вы только вдумайтесь да людям жить надоело вот идите врачу на предварительное обследование обязательно в общем я хочу сказать что если тема вам интересна вы в нее углубитесь а если у вас как бы праздный интерес то оно вам и не надо вы и так для себя уже решили приняли решение и не будете это делать а вот всем кто собирается практиковать я настоятельно рекомендую посмотреть все мои видео о сухом голодании они все плейлисте потому что в каждом из них найдется какая-то новая и важная для вас информация всех вас обнимаю и целую обязательно подписывайтесь на канал и ставьте нажмите на колокольчик это простое действие для вас для канала это очень важно для продвижения потому что очень маленький процент подписан остальные смотрят без подписки с вами была наташа до новых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok